Всем привет! Еще раз с вами Аня Атолий Опять в выставке Салон Каминов И сегодня я продолжу свои репортажи Это репортаж о костре Фирмы Костер Вот такая вот фирма Мне она очень нравится У них очень Интересные высокотехнологичные печки На мой взгляд Начну С банных печей Вот такой вот Достаточно большой Модельный ряд Отличительная особенность этих печей Как плюс их Так и Не знаю на минус Это то что Печи сделаны из котловой стали То есть углеродки с присадками А из нержавейки у них сделана Только испаряющая поверхность То есть вот такой вот парогенератор Вот Также отличительная особенность этих печей Это высокая Топка Высокая топка Это высокий размер печи Ну и собственно говоря камней Можно туда положить очень Большое количество Именно большое количество камней Которые будут нагреваться Вот стенд топки Сейчас Мы смотрим печку с Универсальным теплообменником Сетчатая печка Вот у нее теплообменник То есть можно трубу вывести Хочешь туда, хочешь туда, хочешь там наверх Вот это сетчатая печка И отличие от всех сетчатых печей костер Это Вот это вот Оребрение Тут его лучше видно Нужно оно Для нескольких вещей Первое, чтобы Камни не давили на Стенку топки То есть если посмотреть Тут даже они немного отходят А во-вторых Обычно камни Нагреваются Сверху Так как тепло идет Сверху Снизу вверх А тут Камни нагреваются Еще воздухом От топки То есть В общем-то Как бы улучшенная Такая Система Сетчатых печей Ну и как видите Это Черная Копловая сталь Вот Ну и все печки Сетчатые Снабжены парогенератором Вот Парогенератор из нержавейки Если кто-то То есть В сети На ютубе Можно посмотреть Тестирование Этих Парогенераторов Ну нормально Хороший Парогенератор Вода испаряется Пар достаточно Нормальный Хороший И посмотрите Еще как Все глубоко Сделано Где-то тут Фонарь у меня был Вот Видно то, что есть Антизаливочные щели Ими все печки Оснащены Ну Тут то же самое Также Внимание Обратить на то, что Видите, тут как бы Изгиб есть У топки Это специально сделано Так как Топка высокая И чтобы ее не вело Сделано ребро такое Именно в виде профиля Таким образом Печка Когда нагревается Ее не ведет Многие печки высокие Ну так называемые Банная Фронтальная Печи Они не имеют Ни ребер жесткости Ни вот таких вот Профилей Гнутых Поэтому их ведет А вот эти печи Так быстро не ведет Как обычно То есть это очень хорошее решение На мой взгляд Дальше посмотрим Вот Костер с большой С большим экраном Камином Давайте посмотрим Что из себя топка представляет Ну видите Чугунный колосник Вот это вот блестящая Приваренная Короб Это Дожек газов То есть Печка Очень хороша Тем что Она экономичная И Дожек Газов Есть Соответственно Камни Хорошо нагреваются Ну Длиннозульный ящик Вот Километр То есть Влезать могут Вот Также Печа Производитель Позиционирует Вот Своё Стекло Хорошо Оно Говорит тем Что его видно Но Не то что Изблизи Пламя А Издалека Изблизи Одинаково Хорошо До этого он поставил Вот Такую вот тестовую Печечку И там Как бы горит Ну вот я стою на расстоянии Там Двух шагов И вижу пламя Это специально высокая топка И специально стекло Не квадратное А чуть-чуть Вытянуто вверх Ну Допустим Встанем в шаге Даже в шаге Видно Что там Горит огонь У печей Есть Ещё одна Интересная особенность Это Вот эти вот щели Когда Закрыт Зольный Ящик Через эти щели Подается Воздух И Очищается Стекло Ну и так же Печка Право-левосторонняя То есть можно перекинуть Куда-сюда Бывает с укороченной топкой Тоже можно перекидывать Куда угодно В общем Вот такие вот банные печки И В этом году уже Нашумела одна Печь Анонсированная Это печь с парогенератором И Закрытый камень Вот Вот Эта печка Ну что, вот парогенератор Испаряющая поверхность Вот Вот Антизаливка Сюда кладутся камни Объем каменки достаточно небольшой Почему? Потому что есть тут Закрытая каменка Вот она Огромная закрытая каменка Производитель предполагает Что подача Воды В эту каменку Осуществляется Сбоку Поэтому Видите надпись Осторожно Подавать воду Только Сбоку То есть не напрямую Как вот Рука А встать сюда И ковшом Плескать сюда Чтобы пар Не бил В туловище Ну это логично Килограмм 35-40 камней влезет спокойно Опять же Печка высокая Камни там Хорошо будут прогреваться Посмотрим Как она выглядит Со стороны топлива Сейчас Прямо Счастье Правой левосторонней Система Дожига Снимаем Заставы Отмет Вот видите Зубы Отбойников Высок Все грань И он опять и тут же и тут же Ну что, вот это были банные печи А теперь, по-моему, на мой взгляд, самое интересное Печи, которые выпускают костер Это печь отопительная Очень известные личности Кстати, прошу обратить внимание Очень известные в печном бизнесе люди Значит, это две отопительные печки Отопительно-варочные печи Сибирячка Они очень простой конструкции И нужны для дачников Которым нужно осенью немножко потопить А весной немножко потопить А летом делать казан Плог Печка очень простая Там нету никаких наворотов Это короб с кожухом-конвектором Имеющий вот такую вот варочную поверхность Можно поставить кофейник А можно поставить казан Зуб отбойника Чугунный колосник В общем-то, все грамотно просто Ну и главное, этот прайс-лист Достаточно невысокий Относительно того, что предлагают Другие производители В этом тоже плюс По нынешним временам Есть Сибирячка поменьше Есть Сибирячка побольше Ну вот казан, собственно, небольшой А если большой, то нужно снимать это кольцо Кольца одинаковые Что у большой, почему что у маленькой Бывает модификация без стекла Бывает со стеклом Ну что, залезем, посмотрим, что там Ну вот, зубка Сантиметров сорок, мне так кажется Вполне достойно Своей цены И обратите внимание Хороший производитель Заботится о стекле Вот рамочка Стекла, стекло не лопнет Все грамотно Температурные режимы Стекло, даже на укороченной топке Достаточно низкие Потому что, видите, здесь Прорези Воздух Охлаждает и стекло И обдувает его сверху, чтобы не коптилось Ну, и, наверное, самая вкуснятина Это котлы От костра Называются они Партнер И отличие их От прямого конкурента Это Купер Теплодара Я вам сейчас покажу Давайте сначала Почитаю, что тут написано Потому что это Весьма важна Информация Которая По мнению производителя Дает Конкурентное преимущество Значит, а потом их посмотрим Где они Компактный эргономичный дизайн Стильный, современный, лаконичный Согласен Эффективная организация горения И теплосъема Жесткая водяная рубашка Встроенный рассекатель пламени Жиротрубный теплообменник Максимальный полезный объем топки Удлиненная работа на одной закладке Удобная загрузка топлива Дальше Опция автоматизации управления Пульт работает с ТЭНом То есть Пульт управления с блоком ТЭНов Регулятор интенсивности горения И конструкционная пассивная безопасность Которая является инновационной разработкой костра Дальше Смотрим КПД котла Зависит от площади теплоотдающих поверхностных топки И эффективности организации дымоотводящих каналов В конструкции котла Партнер Помимо водяной рубашки Есть рассекатель С эффективным жиротрубным теплообменником Универсальность котла По применяемому виду топлива Котел Партнер может использовать В качестве топлива уголь Дрова, дровяные, торфяные брикеты, пилеты В базовой комплектации Установлен блок ТЭН При необходимости Без слесарной подготовки Могут быть установлены автоматические горелки Управляемость котла В отличие от газового и электрического котла Твердотопольный котел Это инопционная система Требующая времени для разгона Остановки и перевода в другие режимы На котлы Партнер Можно устанавливать регулятор тяги И оснастить блок ТЭН Пультом управления Время работы котла На одной закладке топлива Интервал между подходами к котлу Для закладки топлива Зависит от эффективности Организации горения А также полезного объема топки При равноэффективной организации горения Предпочтительнее тот котел Полезный объем топки Которого больше Вот это важно В котлах Партнер Компоновка топливной камеры Оптимизирована так Что без существенного увеличения Внешних габаритов котла Позволяет увеличить полезный объем топки На 30-50% Вот это самое важное Отличие от Купера То есть это такой Реально конкурентный котел Отличие от Купера То есть тут увеличен Полезный объем топки Это очень важная вещь И вторая важная вещь Это конструкционная пассивная безопасность Инновационная разработка Группы компаний Костер Система конструкционной пассивной безопасности Это совокупность Конструктивных решений И свойств применяемых материалов Направлено к отстежению тяжести Впоследствии в случае возникновения Аварийной ситуации Вызваны неправильной эксплуатацией котла Или другими форс-мажорными обстоятельствами Между стеной топки И стеной водяной рубашки Приварены специальные шильдики Определенного диаметра При работе в номинальном режиме Шильдики удерживают Внешний контур от раздувания Если по каким-либо причинам Давление в системе повышает номинальное То в месте крепления шпиля К стене топки Происходит ее направленный разрыв Давление в системе падает Одновременно негорючий теплоноситель Заливает плавен в топки Офигеть! Дайте две! Важно! Срабатывание системы Конструктивной пассивной безопасности Не является фатальным Для котла Который может быть быстро Отремонтирован Без демонтажа Да дайте мне три таких котла Так, мне это уже нравится Че еще тут? А вот и все Так, модельный ряд Тоже интересно посмотреть Котлов Значит, партнер 34 На какой объем? Так, 34-х киловаттник Партнер 24 24 киловатта Партнер 16 15-15,6 киловатт Собственно Вот такие вот дела Сейчас все это посмотрим Вот вид Сзади Котлов Начнем с маленького Все имеют приборочку Одинаковую Это, насколько я разбираюсь Это Бункер Вот это вот Вообще мощнейшая вещь Глазар Это ЧПУ То есть Вообще мозги Можно включить Для этого котла Электронное Ну и сами котлы От маленького к большому Пойдем смотреть Вот она топка Тут Водяная рубашка Ну тут должен быть Зольник ТЭН То есть комплектация Что-то, кстати, написано Почитаем Общая сограниченная ответственность Завод электротехнического оборудования ТЭН Б6 Киловатт 6 ЮБ И 220-220-380 Фланец Г2 Такие вот дела Да, действительно Топка Очень большая Вот это вот В бумажке лежит Чугунный колосник Ну и кочерка идет Эх, в комплекте Закрывается легко Все прилажено Это выход И это выход То есть право-лево-стороннее Это подсос воздуха Смотрим, что у себя Большой представляет Собрав Побольше Средний Все то же самое, по-моему Только все больше Вот это тоже кочерка Чугунный колосник большой Ну вообще Супер Ну вот Можно посмотреть Азбестовый шнур Уплотнитель Ну вот Долщина металла Он тут уже вставлен Все Посмотрим Большой котел Тут Тоже Водяной контур Вот это тоже Зуб отбойника Он же является Системой Водяного контура То есть Это тоже Водяной контур Тоже большая Тут Камера сгорания Ну и Заметьте Тут не стоит чугунина А стоят колосники Из водяных труб То есть Это трубы с водой Ну и здесь Контур Стоит Стоит Так что Действительно Все плюсы Которые описаны Вы видите Кстати Заметьте Видите Тут Топка Она высокая И тоже стоят Ребра Такие То есть Не прямая Стенка И согнутая Чтобы не вело Котел Ну и тоже Все грамотно А вот это вот Видите Классник Выполнят То, что Классник То есть Вот такой вот Котел Ну в общем-то Это все Что представила Компания Костер С вами была Анатолия Из магазина Жарпарком Думаю Многие Вещи Из этих Печей Надо Доставить мне в продажу На всяком случае Котлы И печи Вот эти вот Буржуйки Ну Всем пока Пойду еще что-нибудь Сниму Интересное